Здравствуйте, уважаемые друзья, на связи Алексей Кузьмичев и в сегодняшнем видеоуроке я хочу вам показать очень простой способ, который позволит вам добавить на свои фотографии красивый кинематографичный эффект. Итак, давайте приступим. Для работы возьмем какое-нибудь изображение, которое хотим обрабатывать. В данном случае я буду использовать вот эту вот фотографию и буду работать с ней. Итак, первое, что мы с вами делаем, это создаем корректирующий слой кривые. Выбираем здесь корректирующий слой кривые. И в первую очередь нам просто нужно чуть-чуть повысить яркость нашей фотографии, поэтому перетаскиваем кривую вот таким вот образом вверх, выгибаем ее, чтобы у нас чуть-чуть повысилась яркость нашей фотографии. И также давайте немножечко добавим красных оттенков сюда, также чуть-чуть перетащим кривую вверх. Вот примерно так. Не сильно. Чуть-чуть. Так, закрываем данный корректирующий слой и создаем еще один корректирующий слой кривые. На этот раз мы поднимем яркость только в светлых участках, поэтому создаем две точки вот таким вот образом. И выгибаем кривую вот таким вот образом. Только верхнюю часть, чтобы воздействие у нас было только на светлые области. Закрываем данный корректирующий слой. Посмотрим, что у нас изменилось, как вы видите. Какой слой за что у нас отвечает. Можно немножко понизить прозрачность нижнего слоя. Примерно до 70%, чтобы красный цвет немножечко ослабить. Да, вот так будет гораздо лучше. И после этого переходим на самый верхний слой. Создаем корректирующий слой цвет. Первый цвет мы с вами будем использовать. Номер его 71CA60. Я заранее уже подобрал данный цвет, поэтому говорю вам его номер, чтобы вы могли его использовать. В принципе, если вам нужен немножечко другой результат, вы можете поэкспериментировать и подобрать тот цвет, который будет наиболее подходить вашим желаниям. Итак, здесь мы нажимаем клавишу ОК. Режим наложения для слоя ставим перекрытие. И понижаем прозрачность этого слоя. Я думаю, примерно до 50%, чтобы фотография приобрела вот такой вот зеленоватый оттенок. После этого создаем еще один корректирующий слой цвет. Выставляем здесь номер 946F66. Нажимаем ОК. Ставим режим наложения для этого слоя цветовой тон. И понижаем насыщенность этого слоя также где-нибудь до 50%. Данный слой нам нужен для того, чтобы компенсировать получившуюся зелень, которую у нас создает нижний слой, как вы видите. Таким образом мы эту зелень приглушаем и фотография смотрится уже получше. Ну и последний корректирующий слой у нас это также цвет. Здесь вводим значение 0.20, C27. Темно-синий цвет. Нажимаем ОК. И режим наложения ставим исключение. Прозрачность также уменьшаем по желанию. Ну где-нибудь до 55%, я думаю. Вот так можно оставить. Ну вот в принципе и все. Как видите, фотография уже приобрела у нас такой вот своеобразный кинематографичный эффект. Для усиления эффекта сюда можно добавить еще шум. Давайте я также вам покажу, как это можно сделать. Так. Создаем новый пустой слой. Заливаем его черным цветом. Нажимаем Alt-Del и переходим в пункт фильтр. Выбираем здесь шум. Добавить шум. Эффект ставим примерно на 50%. Распределение давайте поставим равномерное. Монохромный. И нажимаем ОК. Чтобы шум был у нас помягче, давайте его немножечко размоем. Переходим в пункт фильтр. Размытие по гауссу. И размываем примерно на 0,5 пикселя. Нажимаем ОК. Режим наложения ставим на экран. И понижаем прозрачность этого слоя где-нибудь до 25%. Вот таким образом. До и после. Чтобы у нас появился слегка заметный шум на нашей фотографии. Ну и также финальным штрихом можно добавить черные прямоугольники сверху и снизу. Как будто бы у нас фотография это кадр из фильма. Давайте это также сделаем. Для этого выбираем инструмент прямоугольное выделение. Выделяем сверху область, которую мы хотим залить черным цветом. Примерно вот такую. Создаем новый слой. И нажимаем комбинацию Alt-Del, чтобы залить этот участок. Выделение снимаем. Дублируем данную область. Нажимаем Ctrl-J. И перетаскиваем теперь этот прямоугольничек уже вниз. Вот таким образом. Так, эти два слоя теперь можно объединить в один. Выбираем верхний и выбираем нижний. Нажимаем комбинацию Ctrl-E на клавиатуре. Ну и теперь все слои, которые у нас относятся к нашему эффекту, можно также объединить в отдельную группу. Зажимаем клавишу Shift, щелкаем по верхнему слою. И также зажатой клавишей Shift щелкаем по нижнему слою. После этого нажимаем комбинацию Ctrl-G на клавиатуре. И получаем группу, в которую входят все наши слои. Итак, давайте теперь посмотрим на результат, который у нас получился. Вот фотография, которая у нас была в начале урока. И вот, чего мы с вами добились в процессе его выполнения. Надеюсь, вам данный эффект понравился и вы будете применять его в своих работах. С вами был Кузьмичев Алексей. И до встречи в следующих видеоуроках. До встречи в следующих уроках. До встречи в следующих уроках.